Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. На самом деле, когда мне назвали эту лекцию, ну, как бы, да, не то, что назвали, а попросили прочитать что-то интересное на Петербургском форуме, это было уже достаточно давно, в итоге мы пришли к решению, что будет интересно, наверное, озвучить именно эту тему, можно ли излечить метастатический рак молочной железы. И неспроста, собственно, я согласился на это, хотя, честно говоря, после этого много раз пожалел, потому что тема крайне сложная, действительно, ее тяжело излечить. Но, признаюсь, вопрос о том, можно ли излечить метастатический рак молочной железы, это был первый вопрос, который я задал себе, когда стал что-то хоть более-менее понимать в той специальности, которую я выбрал для своей медицинской деятельности. Потому что, да, изначально нас научили разводить химиопрепараты, вводить химиопрепараты, диагностировать что-то, да, и только потом ты начинаешь задумываться, а зачем ты, собственно говоря, это делаешь. Но есть непосредственные эффекты, но что в конце? То есть какова конечная цель лечения того или иного заболевания? Еще раз повторюсь, несмотря на то, что этот вопрос прозвучал в моей голове больше 20 лет назад, да, а ответа на него я, к сожалению, не знаю, я вряд ли смогу его дать вам. Я смогу поделиться, наверное, только теми размышлениями, которые есть по этому поводу. Ну вот начнем с простого вопроса, а можно ли вообще излечить метастатический рак? Ответ на этот вопрос, да, на самом деле мы можем дать по отношению к очень многим опухолям, относящимся к двум, как мне кажется, таким клиническим, ну, несколько разным клиническим ситуациям. Первое – это опухоли с высокой чувствительностью к консервативному лечению, там, где лекарственное лечение является ведущим и само по себе может излечивать больных даже с макрометастатической болезнью. И второе – это опухоли, на которых есть этап так называемой олигометастатической болезни, некий промежуточный, как бы, да, этап между локализованным заболеванием, тогда, когда нет макрометастазов, и наличием макрометастазов, но ограниченного количества, и подразумевается, что, возможно, это отдельная биология, это другой тип, а не просто более раннее выявление. Ну, и, собственно говоря, как бы, да, еще раз повторюсь, мы с этими опухолями встречаемся, мы верим, мы знаем и мы видим тех пациентов, которые мы можем вылечить, несмотря на наличие отдаленных метастазов. Но почему же тогда такие вопросы возникают в отношении метастатического рака молочной железы? Ведь реально, так же, как и при тех опухолях, которые были перечислены выше, обе ситуации, как бы, да, они потенциально существуют и при этой болезни. Есть ли у нас больные с олигометастатическим раком молочной железы? Да, есть. Каждый из вас наверняка видел пациенток, у которых есть один, два, там, три метастатических очага, которые могут существовать достаточно долго без признаков массивного прогрессирования. Есть ли высокоэффективное лечение при лекарственном лечении, а при метастатическом, и вообще просто при раке молочной железы? Да, разумеется, есть. Наш арсенал большой, мы видим иногда драматические, выраженные и долгие ремиссии. И опять же, мы ведь имеем и одевантную терапию, которая рассматривается как вариант потенциально излечивающего лечения. Но если задуматься, а мы часто не задумываемся, видя совершенно одинаковую, вроде бы, клиническую ситуацию, мы совершенно по-разному смотрим на больных в том случае, если это метастатический рак молочной железы. Если мы видим рак толстой кишки с двумя метастазами в печени, о чем мы думаем? Ну, сейчас мы их уберем и потенциально этого пациента вылечим. Ну, плюс-минус, как бы, да, химиотерапия дополнительная. А если мы видим больную метастатическим раком молочной железы с двумя метастазами в печени, больше нигде ничего, как мы к ней относимся? Это пациентка, которая неизлечима, и мы будем, как бы, да, проводить ей лечение, которое будет палеотипно. Если мы видим полный эффект при метастазах герминогенных опухолей, что мы говорим? Прекрасно, мы вылечили больного. Если мы видим, и мы прекращаем лечение, да, а если мы видим полный эффект при метастазах ракомолочной железы, что мы делаем? Мы продолжаем лечить, несмотря на то, что вроде бы видимых проявлений нет, потому что мы считаем, что пациентка неизлечена. Почему это происходит? На самом деле мы еще в школе заучили, что метастатический рак молочной железы не излечим. Но, с другой стороны, если задуматься, со времен нашей школы очень многое успело измениться. Мы действительно получили массу вариантов системного лечения, высокоэффективного системного лечения, которые позволяют достигать и полных ремиссий, и длительно контролировать болезнь. Кроме того, изменились и методы локального контроля. Уже не нужно отрезать половину печени для того, чтобы удалить, например, метастатические очаги. Есть методы абляции, есть стереотаксис. То есть мы, в принципе, можем достаточно щадяще воздействовать на олигометастатическую болезнь, в том числе и при раке молочной железы. Так, может быть, наши представления устарели о том, что метастатический рак молочной железы неизлечим, и нам пора их изменить. Тем более, в общем, в принципе, очень большие и авторитетные люди нас к этому призывают. Если посмотреть, это снимок статьи из Journal of Global Oncology. Но господина Следжа, я думаю, все присутствующие здесь прекрасно знают. Это человек, который подарил нам антихердотерапию. И вот он в 2018 году, если я не ошибаюсь, такая в какой-то мере авторская статья, которая посвящена именно вопросу излечения рака молочной железы. Причем, как вы видите, в конце этого предложения знака вопроса не стоит. Но правда, хотелось бы сказать, что подобный оптимизм у нас уже был некоторое время назад. То есть на том этапе, когда мы эскалировали изо всех сил химиотерапевтическое лечение, были попытки и использовать агрессивные режимы для лечения метастатической болезни. Напомню, мы проводили некоторым пациентам и режим так, например, при метастазах. Более того, в GCO редакционная статья, посвященная началу исследования режима так при метастатической болезни, называлась, что мы скоро, наверное, сможем излечить эту болезнь. Ну и вершиной были попытки использования высокодозной химиотерапии, но, к сожалению, это не привело к ожидаемому результату. Но понятно, что надежда умирает последней, и мы не были бы теми, кто мы есть, если бы не пытались хоть как-то разрулить или улучшить ситуацию, которая кажется вроде бы безнадежной. Итак, можно ли излечить метастатический рак молочной железы? Я на самом деле долго думал, с чего начать, как бы, да, вот эту преамбула. А давайте сначала спросим для себя, а ранний-то рак молочной железы мы излечить можем? Потому что ведь, да, конечно, вторая аксиома, которую мы тоже заключили со школьной скамьи, она звучит следующим образом, что как раз одевантная терапия и лечение ранних стадий рака молочной железы, разумеется, это излечивающая терапия, которую нужно вкладывать больше ресурсов, потому что, как бы, да, это принципиально другой выход. Значит, ещё раз покажу этот слайд, кто был, как бы, да, на предыдущей презентации посвящённой одеванты и неодеванту, его увидел, но покажу немножко с другого, как бы, да, наверное, ракурса. Итак, что вкладывается в понятие одевантной терапии? Вкладывается, что у части больных после удаления макроскопических проявлений заболевания ранних стадий, да, остаются микрометастазы, и если мы подействуем на этом этапе, то, соответственно, мы приведём к их полной эрадикации и излечению, а если использовать тот же самый режим на этапе метастатической болезни, да, то мы, к сожалению, можем добиться какого-то эффекта, но пациента не излечим. Но, с другой стороны, как бы, да, вспоминая старый анекдот по поводу того, как тёща подарила зятю два галстука, чтобы порадовать старушку, одел один из них, она тут же крикнула, значит, тебе не понравился второй. Вот, то здесь точно так же, если прислушаться к словам, ведь реально, если задуматься, то адювантная терапия – это ведь всё равно лечение метастазов. То есть это лечение метастатической болезни, только микрометастатической. Мы воздействуем на те клетки, которые успели уже распространиться по организму, и без лечения привели бы к прогрессии и гибели этого пациента. Так значит, получается, что, в принципе, как бы, да, мы всё-таки потенциально имеем то, что может вылечить метастатическую болезнь. Правда, ещё раз повторюсь, мы не знаем, почему и как. Потому что реально, если смотреть механистически и говорить вот на эту картинку, как бы, да, о том, что, почему в одном случае мы можем вылечить, а в другом нет, то ответ какой-то напрашивается, что в связи с размером. Да, то есть подразумевается, что есть некая граница того, что может взять лекарственный метод. То есть вот, грубо говоря, да, там N клеток мы можем вылечить, а N плюс 1 уже нет. Каким образом природа определила эту границу? В чём механизм, как бы, да, почему масса приводит к качественным изменениям, как бы, да, здесь можно, а здесь нельзя? К сожалению, ответа на этот вопрос, но во всяком случае у меня в голове нет, может быть, кто-то из присутствующих экспертов или из коллег в зале сможет это дело потом объяснить. Но, ещё раз, значит, всё-таки мы можем излечить метастазы, хотя и очень маленькие. Если посмотреть на кривые, реально, как бы, да, единственное, с чем я сильно мутюгался, когда я искал исследования по адевантной терапии трижды негативного рака молочной железы. Если вы задумаетесь, а этих исследований практически ведь и нет. Чтобы нет, почему же? Оказалось, было исследование Беатрис, оно просто было неудачным, как бы, да, там, плюс-минус биовоцизума по адеванте. Но это несколько тысяч пациенток с ранним трижды негативным раком молочной железы. И мы видим, как бы, да, ну, реально очень красивые кривые, которые стремятся практически 100%. Хотя, реально, если задуматься, то вполне возможно, что вот этот подъём кривых, он связан не столько с увеличением эффективности того, того, что мы можем сделать, а с тем, что поменялся контингент пациенток за счёт скрининга, за счёт ранней диагностики, они, по сравнению с исследованием там того же Бонадонны, скорее всего, да, гораздо более обогащены пациентками с более благоприятным прогнозом в силу меньшей распространённости. Но реально на вопрос о том, может ли адевантная терапия излечивать пациенток с ранним раком молочной железы, ответ получается неоднозначный. И мы видим по кривым выживаемости это анализ около 2000 о истории болезни, там, где была доступна возможность молекулярного исследования, глубокого молекулярного исследования и определения подтипов больших, чем то количество, к которому мы привыкли при раннем раке молочной железы. И мы видим, что поведение совершенно разное у этих опухолей. В части случаев мы имеем медленно вот как раз те самые черепахи, зайцы, да, там, орлы, голуби и прочее разное. Вот. Мы видим опухоли черепахи, которые, судя по всему, закрыты прекрасным щитом. И наше лечение не приводит к элорадикации опухоли, не приводит к удалению опухолевых клеток из организма, а пациентка просто живёт благодаря более благоприятной биологии опухоли. Вот она, самая верхняя кривая, это, скорее всего, такой люминальный А, наверное, да, там, где рецидивы происходят спустя многие-многие годы. А это значит, и это важно для того, что мы будем разбирать потом, что существуют опухоли, при которых пациенты могут жить очень и очень долго без излечения и не требуя какого-то активной терапии. У них сохраняется болезнь в организме, но она их не убивает очень долго, несмотря на то, что она не излечена. Есть и другие ипотипы, разумеется, при которых действительно мы видим чёткая плата выживаемости, то есть это те подтипы ракомолочной железы, которые могут быть излечены до конца. И поэтому давайте сразу определимся, что же такое излечение. Учитывая, что лекция такая, она во многом, наверное, философская, да, поэтому очень важно сразу дать определение того, что мы понимаем под конечной целью. Что такое излечение? С моей точки зрения, если брать биологические, как бы, да, ну, предпосылки, то излечение – это полная эрадикация заболевания, дающая возможность прекратить лечение без его возврата. То есть та ситуация, когда вы полностью убрали болезнь, и отмена терапии не приводит к её возврату. Это излечение. Жизнь без проявления болезни до смерти от других причин на фоне продолжающейся противопухолевой терапии, на фоне адювантной, например, да, там 10-15-20-летней, либо, соответственно, тогда, когда вы прекрасно контролируете опухоль, метастатическую, но как только вы отменяете лечение, идёт возврат, это не излечение. И здесь, ещё раз, как бы, да, кого, когда обсуждается олигометастатическая болезнь, например, а кого нам предлагают лечить с использованием дополнительных методов облучения, либо хирургии? Чаще всего, как бы, да, говорят, что это пациентки, которые должны обладать благоприятным прогнозом. Это те самые, например, люминальные ипотипы. Но если мы посмотрим, ещё раз повторюсь, эти больные реально могут жить с болезнью на протяжении многого-многого времени. И вопрос, нужно ли им обязательно что-то отрезать для того, чтобы им стало лучше, является весьма актуальным. И это ещё важно с какой точки зрения, что наши методы стадирования становятся всё более и более изощрёнными. Мы активнее и активнее обследуем пациентов и находим то, что не могли бы найти, например, 10-15 лет назад или даже 5-6 лет назад. Ну вот этот пример, эта пациентка, которая была у меня, соответственно, там люминальный А, люминальный А не бывает, а первая С, Т1С, Н0, и, собственно, просто на тот момент, когда принималось решение, она хотела сохранить подмышку, а вариантов использования сигнальных лимфоузлов в России на тот момент как бы не было. Да, исследуем. И поэтому я сказал, ну, если хочешь, то отправляйся в Израиль. Израильские врачи, учитывая, что это частная клиника, по доброй своей традиции решили её пообследовать, ибо каждый лишний ПЭТ это денежка. Её начали обследовать, несмотря на мои протесты, я говорю, ну, слушай, да, люминальный А, Т1С, какие ПЭТы и так далее. К моему удивлению, на самом деле, в этот раз они оказались видно правы, хотя не знаю, повлияло ли это как-то на её судьбу, кроме того, что мы узнали об этом. У неё нашли два очага, 3,2,5 см в печени. Я сначала думал, что, возможно, это колоректальный рак с метастазами, как бы, да, вторая болезнь, ну, потому что представить, что вот это вот при таких биологических характеристиках смогло метастазировать печень, оказалось, да, это вот у неё конкретно смогло метастазировать печень. сделали пункцию, подтвердили, что это действительно люминальный А, рак молочной железы. А дальше встаёт вопрос, ну, формально, как бы, да, это идеальная пациентка для попытки излечения метастатического рака молочной железы. Мы видим два солитарных очага, в принципе, удалимых, да, это благоприятный подтип, скорее всего, те клоны, которые вроде бы отсеялись в печени, они должны нести худшие прогнозы, поэтому было бы хорошо их удалить. Но, с другой стороны, как бы, да, встаёт вопрос, а если бы мы удалили у этой больной эти солитарные метастазы, что бы мы сделали потом? Ну, разумеется, мы бы продолжили ей эндокринотерапию, которую бы она получала пожизненно. И мы совершенно не уверены, что удалением этих метастазов мы её вылечим. И вряд ли кто-нибудь отказался бы, да, от использования эндокринотерапии, сказав, что вы вылечен. И действительно, это прекрасно подтверждается тем, что такая больная, она без всякого воздействия и без всякого излечения, да, будет жить очень даже хорошо. Она получила литрозол, и на этом литрозоле она держится уже в течение примерно трёх лет с того момента, как она начала его кушать. А теперь гипотетический вопрос, как бы, да, а если бы мы ей убрали эти очаги, почему бы мы приписывали длительный период без проявлений болезни? Скорее всего, как бы, да, те люди, которые являются апологетами использования локального лечения, сказали, ну, мы же провели абляцию, поэтому она, собственно говоря, и не прогрессирует. Но реально, по сути, вот для самой больной, как бы, да, в стандартной практике она, скорее всего, то есть, вот, вообще не получила бы, как бы, да, этой информации о наличии метастазов в печи. Они были на КТ не видны, то есть, они были пропущены изначально. Соответственно, что бы она получила? Она получила бы мастоктомию ингипитера ароматазы длительной, на которой бы жила прекрасно, судя по всему, до того момента, пока не утратили бы контроль над метастазами, и это не проявилось. По результатам исследований в Израиле, да, она получила плохую новость, она избежала мастоктомии, но что мы назначили? Ингибитор ароматазы длительной. Если бы мы сделали попытку излечения, мы сделали бы вместо одной операции две, то есть, мы, соответственно, удалили бы и молочную железу, и метастазы в печень, но что бы мы сделали потом? Мы бы назначили ингибитор ароматазы длительной. К сожалению, отличить одно от другого, как бы, да, то есть, что же произошло в этом случае, если бы до ее смерти не произошло бы прогрессирование болезни, мы на этот ответ, на этот вопрос не смогли бы получить ответ, потому что никто пока не показал, что дополнительное локальное лечение в этой ситуации как-то меняет продолжительность жизни. Увы, для люминальных подтипов, честно, но это как бы, да, вот тот вывод, который может быть дискутабельным, его можно обсуждать, но мне кажется, что для люминальных подтипов мы не знаем и не можем быть уверены до конца, можем ли мы их вообще вылечить, ну, хоть на каком-либо этапе. И поэтому попытки тыкать в людей иголками, скальпелем и так далее на этапе метастатической болезни мне кажутся не очень оправданными. Что же по поводу двух других подтипов? Там, где действительно, ну, происходит часто бинарное распределение, во всяком случае с точки зрения адювантной терапии, там есть больные излеченные и неизлеченные, людей с такой, как бы, да, длительно персистирующей без излечения болезни, а там нет ни при трижды негативном, ну, они есть, наверное, да, но их немного, ни при трижды негативном, ни при хер-2 позитивном раке молочной железы. Можем ли мы здесь рассчитывать на излечение больных с метастатической болезнью? Ну, еще раз, как бы, да, для того, чтобы вернуться к дефинициями и попытаться разложить дальше эту ситуацию, хотелось бы сказать, на что мы можем рассчитывать потенциально, да, как потенциально излечивающий метод. Это эффективная лекарственная терапия, это удаление макроскопических проявлений болезни при олигометаостатическом заболевании и комбинация того и другого варианта. Ну, по поводу ХЕР-2, как бы, да, системное лечение ХЕР-2 позитивного рака молочной железы, мы действительно в наши руки сейчас получили супероружие с очень и очень высокой противоопухолевой эффективностью, как при ранних стадиях, так, соответственно, и при поздних. И всех нас действительно очень радуют эти кривые выживаемости. Мы видим, что медиана выживаемости приближается к пяти годам и, соответственно, за пятью годами есть еще пациенты, у которых продолжают жить. И это не отнять, как бы, да, это действительно очень высокоэффективная терапия. И каждый из вас наверняка имеет в своем уже арсенале списки несколько, может быть, несколько десятков пациентов, которые живут долго на фоне уже имеющейся метастатической болезни. Но давайте подумаем, а что же это дает с точки зрения возможности излечения. И здесь нам пригодятся уже кривые другие. Общая выживаемость это то, сколько человек живет вне зависимости от того, на каком лечении или без какого лечения он живет. А вот выживаемость без прогрессирования это то самое, как бы, да, ситуация тогда, когда он живет на той же линии терапии, которая была выбрана исходно. И здесь мы видим уже совсем другие цифры. То есть к пяти годам людей, которые остались на исходно выбранной терапии всего около 20%. То есть только каждое пятое. Но вопрос о том, излечены ли они, на этот вопрос отвечает на самом деле то, что мы действительно заучили еще со времен нашей школы. Это пришло к нам из гематологии, это то, чего мы пытались добиться, да, что излечение без полной ремиссии разумеется невозможно. А сколько же людей на самом деле получающих эту крайне высокую эффективную терапию достигли полной ремиссии. Эта информация есть только в публикации 2012 года, как бы, да, после чего они перестали отслеживать выживаемость без длительности, насколько я помню, ремиссии. Но оказалось, что всего только 5,5% больных, которые участвовали в этом исследовании и получали тростузумат, тертузумат, датстоксел достигли полной ремиссии. Остальные жили с болезнью явно, макроскопической болезнью, как бы, да, либо на той же линии, которая была исходна, либо на других линиях терапии. Но хотя бы эти-то 5,5% они излечены, это вот тот вопрос, сколько же нужно продолжать терапию при наличии не просто стабилизации, да, а полного эффекта. Напомню еще раз, что подразумевается под словом излечения. Это возможность прекратить терапию. Скажите, пожалуйста, у меня нет таких больных, как бы, да, но есть ли у вас больные хердвоапозитивным раком молочной железы, которым вы остановили всю терапию, химиотерапию, антихердватерапию, да, и которые живы без возврата заболевания? Есть у кого-нибудь такие? Вот. Ну, возможно, это из-за того, что мы не так часто отменяем терапию, у нас есть возможности, но оказалось, что наши японские коллеги все-таки нашли таких пациентов, это самая большая работа в данной области, потому что я проводил большой литературный поиск, вводя, как бы, да, long-term response, то есть длительные ремиссии, излечения, да, то есть ключевые слова, метастатического рака молочной железы, на самом деле удалось найти только по ХЕР-2-позитивному, остальные пришли ни с чем. Итак, это было исследование, в котором включили 19 центров, были проанализированы данные с 2001 по 2014 год, 19 онкологических клиник, и они нашли 108 больных ХЕР-2-позитивным раком молочной железы, которые получали первую линию антихердватерапии на протяжении двух лет или более, то есть не менялось лечения. Значит, у 43% были висцеральные метастазы, часть больных имела морфологическое подтверждение метастатической болезни, трижды позитивный рак, как ни странно, среди них был гораздо реже, да, чем в общей популяции, медиана наблюдения за больными составила 7,7 года. Совершенно ожидаемо, у этих больных, которые и так два года уже удержали ремиссию, медиана выживаемости без прогрессирования составила 11,1 года, медиана общей выживаемости достигнута не была. Очень красивые картинки. 57 больных из этих 108 достигли полной ремиссии, причем большинство из них достигло только на системном лечении. Дополнительные хирургии, дополнительная лучевая терапия проводилась только восьми из 57. Опять же, совершенно ожидаемо мы видим, что график выживаемости пациентов, у которых была достигнута полная ремиссия, располагается гораздо выше, чем тех, у кого были достигнуты менее выраженные ответы. Но самое интересное в этом исследовании это то, что у 27 из 57 больных, которые принимали участие, но они не принимали, которые были проанализированы в этом исследовании, терапия была полностью прекращена примерно, ну не примерно, да, медиана времени предшествующей отмене, медиана времени на терапии составила 5,1 года, от 0,9 до 9 лет, и соответственно медиана времени наблюдения уже после отмены терапии составила около 4 лет. Наши японские коллеги сказали, что прогрессирование у них было отмечено только у 4 из 27 пациенток. Ну и собственно говоря, вот оно соотношение времени на терапии, которое изображено голубеньким, и соотношение времени без терапии в рамках этого исследования. После этого, честно могу сказать, на нынешней маске я с паяльной лампой буквально пытался добиться у людей, которые стояли рядом с постером о длительном наблюдении в исследовании пертузумаб, тростузумаб, децитаксел со словами у вас есть длительные респондеры, они получают терапию или нет. Я не знаю почему, может быть мой английский слишком плохо, может быть мысль была сформулирована, но я так и не получил ответа. То есть сделали, ну не знаю, либо сделали вид, либо действительно, что не понимают. Говорили обо всем, кроме того, есть ли данные о том, что кто-то прекратил лечение. Ну на самом деле как бы да, мы не очень доверяем иногда нашим японским коллегам, потому что периодически действительно были публикации, не имевшие такие провокационные, но не имевшие. Но все дело в том, что поиск показал, что и в европейских клиниках, европейские клиники тоже сообщают о некоторых пациентах, у которых была достигнута полная ремиссия после определенного времени терапии она была отменена и не было возврата заболевания. Ну, собственно говоря, как бы да, это, к сожалению, просто описание случаев, поэтому такого иллюстративного материала я вряд ли вам смогу предоставить, но я могу сказать, что эти исследования и эти данные действительно есть. По поводу трижды негативного рака молочной железы, публикации мне найтись не удалось, но с другой стороны я, как обычно, посмотрел по-другому на некоторые кривые выживаемости. Мы все показывали, кто-то показывал, а кто-то смотрел вот этот замечательный график по поводу того, как живет трижды метастатический рак, трижды негативный рак молочной железы на фоне терапии рибулином. Но, коллеги, а кто-нибудь задавал себе вопрос, а кто вот эти вот люди, которые во вторпой третьей линии трижды негативного рака молочной железы находятся на хвостах кривых? Кто эти люди, которые после второй, как бы, во второй, третьей линии имеют выживаемость в 3-4-5-6 лет? Много у вас таких? Я думаю, что, скорее всего, их практически нет. Но оказалось, опять же, что да, эти пациенты есть, и, опять же, это в виде кейс-репота, то есть, есть экстрадернарные ответчики на терапию, и, возможно, и при втором варианте, как бы, да, агрессивных опухолей, при трижды негативном, шанс на излечение существует, хотя, разумеется, вот этот случай, который здесь описан, это приводится пациентка, которая, ну, сохраняла ремиссию на фоне продолжающейся терапии. И, опять же, к вопросу о том, а если отрезать, ну, собственно говоря, мы не знаем, будет ли она жить, потому что мы ее лечим, или она, или мы ее лечим, потому что она живет. Ну, и снова по олигометстатическим, опять японские авторы. Можно ли излечить рак молочной железы? Похоже, в Японии точно. Можно, как бы, да, еще одна статья по комплексному лечению больных с олигометастатическим раком молочной железы. Один-два органа поражения, менее пяти метастазов на орган, менее пяти сантиметров в диаметре. И мы видим, что на самом деле выживаемость без прогрессирования у части пациентов выходит на плату. Но, к сожалению, статья написана так, что понять, из-за чего это произошло, из-за того, что это был дополнительный метод локального воздействия или из-за того, что это было высокоэффективное системное лечение, к сожалению, мне не представилось возможным. Ну, и еще, возвращаясь к неким философским рассуждениям, все-таки соотношение олигометастазов при раке молочной железы очень большая проблема. Мы же с вами, как бы, да, наверное, многие читали статью, она уже давным-давно появилась, о том, что при первой-второй стадии при проведении трепанобиопсии как бы, да, у примерно 30% женщин в костном мозге обнаруживались опухолевые клетки. Мы видим, что есть пациентки, как бы, да, у которых, несмотря на наличие циркулирующих опухолевых клеток в крови уже задолго после операции, все равно не происходит рецидива. И здесь вопрос о том, что такое алимингостатическая болезнь, и есть ли она, есть ли этот этап на самом деле вообще при раке молочной железы остается открытым, потому что это биология, да, или это просто арифметика, мы стали рано находить эти метастатические очаги, потому что реально вот этот феномен, он очень хорошо описан, когда растет, например, пятилетняя выживаемость, но при этом не снижается смертность. Пятилетняя выживаемость ведь рассчитывается с того момента, когда вы выявили некую проблему и начали ее лечить. Даже если продолжительность жизни в результате вашего лечения не меняется, но вы выявили ее, допустим, через три года после развития болезни, а у второго выявили через шесть лет после развития болезни, пятилетняя выживаемость у человека с более ранее выявлены, будет выше, при этом возможно продолжительность его жизни от этого не изменится. У нас будет все больше и больше пациентов реально с олигометастатической болезнью. И скорее всего и хирурги, лучевые терапевты будут все более и более активно в эту область внедряться, но вот вопрос о том, приносит ли это пользу, боюсь, без рандомизированных исследований мы не получим. Ну и собственно говоря, как бы да, опять же вспоминая замечательную передачу куклы, которую сейчас запретили, там было куклы в бане, звучала фраза Борис Абрамович, вы как бы да, или трусы оденьте, или крест снимите. Вот. Здесь то же самое. С одной стороны мы пытаемся зайти с хирургией в метастатический рак молочной железы, а с другой стороны одновременно с этим идут исследования о том, что при полной ремиссии как бы да, можно отказаться от хирургии при раннем раке молочной железы. Мы еще пока, к сожалению, совсем не определились. Итак, завершая свой заклад, можем ли мы излечить метастатический рак молочной железы? Похоже, да. Во всяком случае, для агрессивных подтипов скорее всего, да. И более того, скорее всего, за счет эффективного системного воздействия, а не за счет попыток какого-то локального контроля олигометастатической болезни. Но проблема-то в том, понятно, это как бы да, мы констатируем. Проблема в том, что мы не можем и не имеем каких-то осмысленных вариантов для того, чтобы увеличить количество излеченных больных. Это происходит вне нашего желания. Мы просто проводим одну и ту же химиотерапию, на которую часть больных отвечает излечением. Но увеличить их процент, я пока на самом деле, к сожалению, не вижу вариантов, которые потенциально могли бы это сделать. Итак, можно излечить? Да. Можем повлиять? К сожалению, нет. Но, собственно говоря, я все благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok